Книга «Открытым оком», пятый том, вопрос 1497. Тема «Интернет». Когда вы выставили в интернет свои книги, то были ли какие ответы, отзывы, вопросы, одобрения или недовольства? Отвечает Игнатий Тихонович Хлапкин. Разный есть и ропот, и недовольство, но много и очень положительных. Вот одно из них. Недовольных прошу указать, в чем они видят неправду, но ни единого конкретно указанного вопроса-ответа никто пока не указал. Это меня радует. Кавычки открыты. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, доброго здоровья вам, уважаемый Игнатий Тихонович. Да пройдет Господь срок вашего пребывания в нашем многогрешном мире, чтобы вы могли и дальше нести простым мирянам Слово Божие и в его неизменном виде. Спаси Христос за письмо. Ваше письмо я получил уже давно, но не торопился отвечать вам сознательно, так как не хотел, чтобы в моем ответном послании вы обнаружили какие-либо заискивающие нотки или льстивые слова. Вы делаете великое и нужное дело, несете Слово Божие в этот многогрешный мир грешным людям, и я очень не хочу вам мешать. Я очень не хочу, чтобы в моих письмах для вас был какой-то, какой бы то ни было соблазн, даже соблазн от единого слова. Именно поэтому я переждал время, пока восторг от самого факта, что такой проповедник Слова Божия, как вы обратили на меня многогрешного свой взор, и несмотря на свой напряженнейший ритм жизни, пожелали написать мне многогрешному рабу Божию письмо. Нашли для этого время силы, средства. Да и само содержание письма – одна правда, которую моя душа так жаждет и поэтому так радуется. Ото всего этого после получения от вас письма в моей душе долгое время царил просто-таки детский восторг, поэтому я переждал время, пока это чувство уляжется в моей душе. Вопросов у меня возникает множество и по быту христианина, и по вере, но задавать эти вопросы вам сейчас я считаю преждевременным, потому что сознаю, что я не первый в этом мире и не последний, кого мучают такие вопросы. И наверняка ответы на все мучающие меня вопросы или на почти все уже давным-давно даны в книгах отцами-основателями церкви, святыми или просто зонтоками веры. Мне просто нужно найти эти ответы, где искать вот в чем вопросы. Ведь религиозной литературы так много, но ведь не вся та же литература несет благо. Истину можно искать по крупинам, по крупицам, как жемчужины в море, а хватит ли на это жизни. И как не впасть в соблазны ересей? Как не утерять истинной веры в душе, не укрепить веру не на словах, а делами? Видимо, этот путь познания веры бесконечен и, видимо, человеку познать истину в этом многогрешном мире невозможно. Остается только одно – верить всеми силами своей души и просить у Бога милости, зная о своем недостоинстве и своей многогрешности. Начну же я свой путь познания с ваших книг, как наиболее доступных сейчас для меня и наиболее понятных. Насчет же тех, кто огульно обвиняет вас в неправде, не приводя при этом конкретных примеров неправды, так это же какое вам благо, и Христа гнали в свое время, а зачастую и сейчас гонят. Но пострадать за Христа – не это ли признание уже при жизни правильности своего пути? И глупы те, кто этого не понимают, кто, войдя в мир веры, думает и действует по-мирскому, желая занять и здесь как можно более высокое положение, присваивая себе право уличать, обличать, поучать других. Радуйтесь же тому, что вас поносят, гонят, злословят. Это от скудоумия людского и от того, что аргументов других у них нет, а это выше всякой похвалы. Я же буду рад тому, что мне выпало счастье жить в одно время с таким человеком, с таким проповедником Слова Божия, с таким последователем Христа, как вы, что я имею счастье читать ваши книги, прижизненного издания книги. Да продлит Бог дни вашего пребывания на земле. С уважением, Александр. Если что не так написал, простите меня, Христа ради. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 14 декабря 2002 года, город Волгоград, улица Еременко, 78, квартира 59, Александр Лавриненко, телефон 8442-7341-79. В кавычки открываются. Мира и благополучия вашему дому, уважаемый Игнатий Тихонович. Я просто не смог остаться равнодушным и решил написать вам это письмо после прочтения книги в вашей жизни. Для Слова Божия нет уз. Как эта книга нужна именно сейчас, когда все забито всякой литературой, макулатурой, пропагандирующей насилие и разврат? Ваша книга словно луч света среди мрака нечисти, несет в себе радость и Слово Души Спасительное. Ваша жизнь, описанная в книге, безусловно, заслушивает глубокого уважения и восхищения. Думаю, во многих людях после прочтения этой книги пробудятся чувства добра, сострадания к ближним, любовь к Родине и к нашей русской культуре, и, конечно же, к православию. Как мне, дорога ваша искренность, истинность и ваша твердая решимость идти трудным путем к заветной цели, безбоязненно, невзирая на препятствия. Просто невозможно, чтобы смысл этой книги пролетел незамеченным. Хочу пожелать вам, чтобы от вашего огня загорались все новые и новые сердца, и ваше тепло, как и прежде, согревало души верящих в вас людей, чтобы ваш свет указывал правильный путь заблудшим, и число единомышленников только бы прибавлялось. Также хочу поблагодарить от всей души всех тех людей, которые проделали такую огромную работу и потрудились над созданием этой чудесной книги. «Огромное спасибо вам! Хранит вас Господь!» 23 января 2003 года, Алтайский край, город Новолтайск, Леу-9, 4-й отряд, Васильков Евгений Викторович, кавычки закрыты. Меня и заинтересовало, да кто же в зону к туберкулезникам отправил эту книгу, и вдруг как по заказу произошла встреча с бывшим сотрудником милиции Петровым Павлом Васильевичем, православным христианином у брата Никиты в магазине православной книги «Армандопо, улица Никитина, 53, телефон 2393-87». И он сказал, что это сделал он, хотя там туберкулезники, но просят не сало, а книги. И он послал «Чудо Божие!» «Чудо Божие!»